Накануне Владимир Путин ненадолго прилетел в Крым, чтобы дать старт важнейшему проекту, который в ближайшем будущем позволит обеспечить энергетическую независимость полуострова от Украины. Раньше срока заработала первая нитка энергомоста из Кубани. Она рассчитана на 200 мегаватт. Электричество, поступающее с материка, уже начало распределяться по крымским населенным пунктам. В домах, наконец, появляется свет. И обо всем подробнее Александр Евстигнеев. Есть контакт. Прежде чем запустить первую очередь энергомоста, Владимир Путин поблагодарил тех, кто его создавал. На торжественный старт пригласили дежурную смену энергетиков-строителей. У нас сегодня важное мероприятие. Мы сегодня начинаем работу по присоединению Крымского полуострова к единой энергосистеме России. Люди, которые здесь присутствуют, и за моей спиной, и передо мной, проделали ваши коллективы. Вы лично проделали очень большую работу, связанную с надёжным обеспечением Крыма электроэнергии. 100, свыше 100 километров высоковолитных линий электропередач построены. Сейчас мы запускаем первую цепь. Конечно, там много нового оборудования, которое используется на этом проекте. Поэтому надо, наверное, будет его ещё донастраивать. И мы должны предупредить потребителей, граждан, жителей Крыма, что возможно ещё кое-какие сбои. Но в целом первая цепь должна устойчиво работать. Никаких кнопок, рубильников. Короткий телефонный звонок диспетчеру от министра энергетики Александра Новака. Он тоже прилетел в Симферополь. Включать Крым во всероссийскую сеть. Диспетчер Крымской энергосистемы. Доложите о готовности соединения Крымской энергосистемы с Единой энергетической системой России. Крымская энергосистема готова к соединению с Единой энергосистемой России. Готовы принимать нагрузку и включать электроэнергию. 200 мегаватт на первом этапе. Ещё 200 пойдут с материка по второй нитке энергомоста примерно к 20 декабря. Итого 400. То есть уже половина того количества электроэнергии, что Крым получал от Украины. Решение о строительстве энергомоста из России было принято ещё в 2014 году, поскольку украинские власти неоднократно угрожали обесточить республику. Две недели назад некие украинские активисты взорвали опоры линии электропередачи. Крым погрузился во тьму. Свет давали на 2-3 часа в сутки. Местные генерирующие мощности не справлялись. И это подстегнуло энергетиков. Энергомост и так строили с опережением графика, но сдали ещё почти на месяц раньше. Мы же тоже переживаем. У нас так же люди живут в вагонах, так же без света находились. То есть мы абсолютно болеем. Жёны, дети, все так же за нас болеют, переживают. Была поставлена, скорректирована задача. И от объекта были добавлены люди, добавлена техника. И люди более усиленно начали работать. Могу сказать только, в последнее время некоторые именно инженерные службы не уходили с подстанции. Вот просто жили в этом объекте. Что такое энергомост? Это комплекс объектов. В Крыму и на материке. Подстанции, линии электропередачи, воздушные и подводные. 14 километров по дну Керченского пролива. Впервые в истории российской энергетики. Кабели протягивает специальное судно. Сейчас электричество в Крым идёт с ростовской АЭС. В 2017 году сюда подведут газ с Кавказа и построят две электростанции. К 2018 по плану республика будет обеспечена электричеством полностью. С запасом для развития. Владимир Путин подтвердил это в беседе с главой республики Крым Сергеем Аксёновым. Сергеевич, поблагодарите ещё раз крымчан за их сдержанность. За то, что они верят вам, всем нам. Вам прежде всего. И вам тоже. И готовы терпеть. И даже поступают звонки и говорят, ничего нам от них даром не надо. От наших бывших. Мы даром никогда ни от кого ничего не брали. Но это будет надёжная, собственная система генерации, связанная и с основной энергосистемой России, и плюс ещё своя собственная. В 2017-2018 году будет больше, чем сегодня получали из Украины. Собственная будет больше, чем сегодня получали из Украины. Поэтому мы обеспечим возможность для развития экономики Крыма на достаточно серьёзную, как минимум среднесрочную перспективу. Да будет свет. Первыми электричество с материка получили Керчь и Феодосия. Но энергетики обещают, что в ближайшие сутки ток, полученный через энергомост, распределят по всей территории Крыма. Но практика веерных отключений в республике пока сохраняется, как и режим чрезвычайной ситуации. Александр Евстигнеев, Олег Смольков, Первый канал.